Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актёрскому мастерству. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить одно очень прекрасное упражнение работы с телом через глагол. Актёр – это действователь, и глагол нас всегда побуждает к действию. Так вот, представьте себе, что вы – один сплошной глагол. Выбирать можно любой глагол. Это может быть мыть, бить, нести. И вы полностью становитесь этим глаголом. Не отдельно глагол бить, и, допустим, вы начинаете бить рукой, да, забивая гвоздь. Нет, вы полностью глагол бить. Ваше тело, ваши глаза, ваши пальцы на ногах, ваша спина, ваши волосы на голове – всё полностью превращается в один глагол бить. В этот момент, пожалуйста, отпустите себя и начинайте действовать своим телом. Оно всё сделает за вас. Оно выдаст всё, что вам необходимо. Ещё также я рекомендую выбрать глагол, который будет создавать конфликт в вашей голове. Далее вы увидите работу моего ученика. Мы с ним занимаемся дистанционно. И я выбрала для него два глагола. Один – это глагол «жить», другой – это глагол «трахаться». Да, некоторые так, ааа, как? Такие культурно воспитанные, да? Дело в том, что, используя этот глагол, выходят как раз все ваши зажимы. Зажимы в голове, зажимы в вашем теле. Почему мы закрытые люди? Потому что определённая тема, нам очень неловко их переходить. Иногда актёры начинается зажим просто элементарный, когда появляется тема секса, допустим, да. А ведь довольно-таки интересно бывает смотреть, когда актёр вторым дном или рассказывая о каком-то предмете использует внутренний монолог совершенно другую историю, добавляя немножко такой сексуальный подтекст. И я решила выбрать именно глагол «травится», потому что он создаёт конфликт в нашей чудесной голове. Мозг сразу напрягается, тело, соответственно, тоже напрягается. Как? Как мне это показывать? Как я буду это делать? И человек начинает немножко стесняться. Так вот, это как раз для нашего раскрепощения, поэтому я рекомендую всем после просмотра этюда, сделанного моим учеником, тоже попробовать как-то воссоздать этот глагол через своё тело. Как у вас получится это? Почувствуете ли вы при этом какие-то зажимы в теле или в ваших мыслях? Проанализируйте это, пожалуйста. Это будет очень полезно для вашего раскрепощения, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, сделайте тоже этот этюд. Я вообще за то всегда, чтобы создавать актёру конфликтные ситуации, для того, чтобы его мозг был готов ко всему, для того, чтобы человек был более раскрепощенным, более свободным, более открытым. А как нам становиться более свободным и более раскрепощенным, если мы будем всегда действовать по неким каким-то правилам? Согласитесь, это неинтересно. Я работаю немножко через сексуальные акценты, скажем так. Я считаю, что это хорошо, зато я сразу вижу, где человек закрыт. Вот тут сразу можно прочитать, где человек закрыт. Итак, уважаемые начинающие актёры, уважаемые профессиональные актёры или педагоги, сейчас, пожалуйста, посмотрите два этюда с глаголом «жить» и с глаголом «трахаться». Посмотрите и оцените работу моего ученика, как он симпровизировал два этих глагола, и сказать, поставить свою оценку в комментариях. Буду вам весьма признательна и благодарна. Ну что ж, добро пожаловать на просмотр! Ну что ж, добро пожаловать на просмотр! Актёр – это глагол, это действователь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Благодарю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА